Белоснежный лис по кличке Пломбир живет в частном доме. К людям животное попало не из дикой природы, а в результате уникального эксперимента по домашниванию лис, который продолжается уже более 60 лет в Новосибирском Академгородке. По словам хозяйки Пломбира Татьяны, несмотря на преданность человеку, инстинкты хищника у ее питомца не исчезли. За каждую правильно выполненную команду Пломбир получает лакомство. Они в принципе не очень понимают слово «нельзя». То есть если нельзя, значит все равно можно, пока человек или хозяин не видит. То есть больше может быть похоже на кошек поведение. В работе над экспериментом, начатым советским академиком Дмитрием Беляевым, принимает участие 15 ученых. В последние годы, благодаря новым открытиям в генетике, эксперты сосредоточились на изучении изменений в поведении лис. В этом эксперименте мы пытаемся понять, собственно, какие системы и какие гены изменяются и как они изменяются, когда из агрессивной лисицы мы получили дружелюбную домашнюю лисицу. Сегодня на ферме Научно-исследовательского института цитологии и генетики живут около тысячи одомашненных лис, а также их дикие сородичи. Ученые говорят, что за годы эксперимента у лис изменился окрас шерсти, а морда стала короче.